Всем доброе утро, девочки мои! Ой, какое небо темное! А мне надо выходить из дома сейчас и идти по делам в контору. Но я зонтик взяла. Пойду, а что делать? Ну вот, девочки, вышла я, иду. На улице еще дождя нету, но мне так кажется, что сейчас как ливанет. Я зонтик взяла. Ну, вообще хана моей, конечно, укладки. Только что уложилась, помыла голову. И сейчас, через некоторое время, увидите от влажности, что у меня будет на голове. На голове будет Нафаня. Такой, знаете, сгерошенный. Вот. Так, куда я сегодня иду? Короче говоря, у меня вообще вот эта неделя насыщена по посещению всяких контор, всяких справок. Там справку взять, туда отнести. Ну, сейчас, на данный момент, меня больше всего беспокоит по коммунальным услугам. Решила, наконец-то, заняться этим делом. Ужасно не люблю ходить по этим конторам. Контор много, все в разных адресах. Расписание, нерасписание, очереди, нервы. Ни у кого ничего не добьешься, не допросишься. И, в общем, короче говоря, я за мусор плачу за пятерых. А живу одна, как вы знаете, уже давно очень. И, в общем, ну, сын взял квартиру, ипотеку. Он уже выписался от меня с внучкой, с Настей. И нужно сейчас пойти в одну контору, чтобы там исправили. У меня будет уже минус два человека. Дочка живет по другому адресу, но прописана у меня с ребенком. И мне нужно взять еще справку в чистом городе, наверное, я сейчас уточню, где именно. Что оплачивает коммунальная на там. И чтобы у меня сделали перерасчет и убрали, если это возможно, из списка проживающих. Потому что коммунальные, особенно за мусор, платим мы в двух местах. Она платит и там, и тут. Надо это дело все исправить, поправить. Все заняты, некому было этим делом заниматься. Ну вот я как раз иду для того, чтобы сына с внучкой вычеркнули из списка, как говорится, у нас. Ну и заодно узнаю, как нужно сделать, чтобы Дочкин, как говорится, ну в общем, вариант этот исправит тоже. Так, ладно, быстренько сейчас подскочу. Две остановки на автобусе. И там пешучком пройду. Так, я приехала. Кажется, дождик начинается. Легкий такой покапывает. Не хочется так зонтик этот доставать. Но придется. В общем, девочки, что я хочу сказать. Ну, вы спросите меня, почему раньше этим не занялась, да? Потому что сын у меня снимал квартиру. Но так как они там не прописаны, им, естественно, никто... А вот так вот все пойти. Им никто, конечно, справку там не дал бы за то, что они там платят коммунальные услуги. Поэтому от сына, в общем, справки такой и не было. А дочка, она мне давала деньги на коммунальные услуги. И, в общем-то, чем бегает по этим всем кабинетам, проще было бы взять, заплатить и не париться. Вот. А сейчас уже, как говорится, раз уже я занялась, решила одним делом, мы прицепом уже за сына и уже за дочку тоже порешать этот вопрос. Так, где-то тут эта контора. Надо зонтик уже открыть и в контору быстренько занырнуть. Так, девочки, я вышла с конторы. Хочу вам сказать, неожиданно, совершенно для меня. Я пришла там ни одного человека, представляете, никакой очереди, и пришлось стоять. В общем, я заполнила заявление, приложила там всякие бумажки зарегистрированных, короче говоря. И все, мне сказали, все, сделаю перерасчет. Это вот по сыну. Уже минус два человека из списка пятерых. Вот. Ну и сейчас я созвонюсь с дочкой. И, возможно, у меня сейчас просто есть время. Возможно, я съездю туда, в чистый город. И надеюсь, что, может быть, мне удастся это тоже взять там справку, которую нужно будет мне отнести в наше ЖЭО туда. Там тоже заявление надо будет написать. Вот. Все в разных местах находится. Все разбросано. Туда поедь, там возьми. Отвези туда, отнеси туда. Короче говоря, нелюбимо абсолютно это занятие. Так, ладно. Двигаем дальше. Сейчас дочке звоню и посмотрим, что будет дальше. Так, ну а, собственно говоря, я дочке позвоню что? Только для того, чтобы сказать, что я туда поеду, чтобы она была на связи. Потому что если потребуются какие-то справки или что-то... Вот сейчас, например, мне потребовалась одна страничка из паспорта сына. Хорошо, что он мне оперативненько выслал эту справочку. Вернее, эту бумажечку. Это фото, точнее сказать. И все. И я им скинула на электронную почту, и все нормально прошло. То есть там помимо нынешней прописки, новой, нужна была еще прописка старая. То есть вот как перечеркнуто, чтобы там так и было. А я прислала, что только прописка новая. В общем, короче говоря... Так. Ладно, иду на остановку. Так, девочки, приехала я на Ченцово. Раньше остановка была чуть-чуть подальше. Ну ничего, вон он, уголочек виден. Так, это 20-я линия, а мне нужно будет по Ченцово пройти до 24-й линии. И там вот должен быть офис чистого города. Дождик пока что временно прекратился. Это очень здорово. Хочу вам вкратце рассказать, собственно говоря, какие нужны вообще бумажки, справки для того, чтобы поменять, ну вот как в моем случае, допустим, количество людей в квитанции на оплату коммунальных услуг. Ну, на данный момент больше всего мусор интересует, потому что мусор платится по количеству членов семьи. Остальное все платится по счетчикам или по площади. Ну, во-первых, нужно прийти в бухгалтерию, ну, у меня вот служба 100, у кого-то бухгалтерия. Нужно принести, сейчас уже не дают справку о составе семьи, нужно принести ксерокопии всех, все регистрации, кто зарегистрирован. там, ну, взрослые, это паспорт с пропиской, у сына, например, там нужно, чтобы прописка была прошлая и новая, чтобы было видно, что он там был прописан по моему адресу раньше. вот, у Насти регистрация, это справка форма 8, и справку там не перечеркивают, а там меняют новую справку, пишут с новым адресом. Ну, и прописка дочки, и также справка на ребенка форма 8, на внука. Так, это линия 22, следующая линия будет 24. Вот, собственно говоря, вот эти вот, ну, можно даже не обязательно ксерокопии, если это сложно, чтобы собрать всех детей в кучу, и все эти ксерокопии у них взять, но достаточно того, что они вышлют фото мне на телефон, и я просто распечатала все это, то есть в таком виде это все вполне подходит. В общем, по сыну я вопрос решила, там уже они переокормят. На сегодняшний день у меня сейчас уже три человека числится. Этот вопрос я решила довольно быстро, и вот сейчас, я не знаю, мне кажется, что займет какое-то время вопрос по дочке, потому что... Ну, ладно, не буду я сейчас гадать, загадывать, посмотрим, как будет. В общем, на данный момент у меня есть фото ее квитанции, у меня есть доверенность, то есть я могу все справки за нее получать, какие надо. Вот, мне это нужно быстро сделать, побыстрее желательно, чем быстрее, тем лучше. Так, я здесь перейду дорогу. Ну, машин мало, перейду я здесь дорогу. Так, пошла я. Вон на углу этот дом виднеется, красное здание. Так, и что? В общем-то, собственно говоря, я сейчас даже не знаю, дадут мне эту справку сразу или нет, но, по крайней мере, по телефону информацию они никакую не дают. Я вообще в шоке, конечно, когда вот что касается коммунальных услуг, по телефону, очень трудно что-то выяснить. Либо дозвониться невозможно, либо они сами толком ничего не знают. В общем, короче, я решила приехать. В принципе-то, как говорится, наш район, не так-то далеко и ехать, не так-то долго. И я уже думаю, собственно, лично прийти, спросить, что именно нужно, куда надо идти и где нужно взять то, что мне нужно. В конце концов, нужно, уже мне уже нужно точно сделать, вот 24-я линия. Так, я смотрю, там, где люди стоят, наверное, там и вход. Нужно же, в конце концов, доделать это дело. Хоть и не хочется по этим конторам шататься, но, как говорится, взяться один раз, глаза боятся, руки делают. Взяться и сделать. Так, все, зайду, пошла узнавать. Девочки, зашла я в контору, и раз вы смотрите, я вдруг очутилась уже в машине у дочки. А как я очутилась, я с ней связалась, она как раз собиралась ко мне ехать. Я говорю, ну, подъезжай, она, ну, там рядом была. Подъезжай меня, заберешь, поедешь ко мне вместе. Она забрала мою посылочку и ехала ко мне отвезти эту посылочку. В общем, короче говоря, мы сейчас остановились на заправке, она там пока пошла расплачиваться, и сейчас поедем ко мне. В общем, справочку там я взяла в чистом городе. Хорошо, что дочка подоспела. В общем-то, ну, по сути, она должна была эту брать справочку. Взяли справочки, что за должности нету. Теперь нужно будет еще взять электронные чеки, в общем, и все. И потом в бухгалтерию поехать. Привет. 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 160 рублей вышла. Я сначала такая, говорю, запомните мне на 500. А потом такая, а, давайте до полного. Я думала, тысяча-полторы будет один. Ну, и почти что все. Практически все. Сейчас нужно будет еще взять чеки, но это доча мне вышли там, то, что она проплачивала там, и мне тогда перерасчет, в общем-то, сделают. За полгода только делать, за больший период не делают. Вот. Ну, а так-то, по сути, собственно говоря, нужно, что свидетельство о собственности, что она собственник в другом жиле. Ну, и потом уже, как бы, опять-таки все приблизительно, что мне нужно это поехать в бухгалтерию, а она у нас, как бы, там одна, в бухгалтерии, и, в общем, там написать заявление. По идее, я так думаю, что они должны уже не начислять за мусор именно мне, потому что дочка платит по другому адресу. Ну, а там посмотрим, сколько еще там всякой беготни пошлют меня куда-то еще, или еще какие-то справки потребуют. Все это, видите, не так-то просто. Что касается ЖКХ, вот этим делом никогда не хочется заниматься, потому что на самом деле это очень геморройно и очень долго. Хлопотно, короче, занятие, много времени и энергии, и нервов это все занимает. Вот. Ну, а сейчас едем, собственно. Доча меня везет ко мне домой. Скажешь что-нибудь? Я рыбка Дори. Рыбка, тебе дать наггетс еще? Я наелась, мне помню. Доча взяла наггетсы и не доела. А я говорю, давай я тебе помогу, если хочешь. Она говорит, мама, помоги, конечно. Помоги. И я вот тоже сижу в машине, ем. Они еще горяченькие, вкусненькие. Ну вот здорово, да? Встретились, пересеклись. А я тут уже под дождем прогулялась. Темновато, да? Как-то прям тучи такие висят. Прям пасмурно на улице, кажется. Хотя время день. Полный. Полный. Встретилась. Но время... 12. Я верю. Я не знаю. Короче говоря, она забыла русский язык. И решила... И решила поговорить, но не на русском. И я начала говорить в английском. Думать, что я понимаю, что она говорит. I think what my mother understands me. Mother я знаю, это я. Mother it's you. That's right. I translate. Я перевожу, что ты говоришь на английском. Как могу. Ясно. Но не все же знают английский. Ладно, девочки. В общем, короче говоря, двигаемся дальше. Сейчас... Сейчас... Доча меня закинет домой с посылочкой. Она поедет дальше. А я буду делать дальнейшие дела, какие надо. Ты домой поедешь, да? Yes, baby. Вот. Ну, как раз бумажечку мне сфоткаешь и скинешь мне фотку. Окей. Окей. Goodbye, bye, bye. Ты не вырежешь мой английский? Нет. Тебя так мало на моем канале, что тут, собственно, ничего почти и не вырезаю. Какая ты есть, такая и есть. И, кстати говоря, девчата пишут, что им больше нравишься ты на моем канале, чем на твоем. Здесь ты больше, более естественная. Может быть. Да. Так что порадовала я своих подписчиков. А я английская девочка? Своих подписчиков порадовала твоим присутствием. English language. Ладно, ладно, все. Выключаю тебя. Твой английский неправильный. С акцентом. Неправильный английский. Perfect accent. Accent. Ну, ладно. Accent. Все, а, давай. Bye, bye. В общем, девочки, зашли мы с дочкой еще в Сбербанк. Она попросила, чтобы там выкатили выписку, дали об оплатах за этот чистый город. Ну, за период, который там с прошлый год, этот год. В общем, ей сказали, у нас специальные люди, которые сидят этим занимаются. Заявку она там оставила. В общем, дня через 3-4 ей позвонят. Надо будет зайти и взять. В общем, не все делается сразу. Не все так быстро. Все очень сложно. Какая-то вот эта бесконечная балакита. И нужно еще документ. Она сейчас поехала домой. Этот документ на собственность. Ей нужно сфоткать хотя бы мне и отослать. В общем, собрать все эти выписки, все прописки, все эти справки, чеки. Вот не проще было бы, чтобы чистый город выкатил уже все оплаты. Задолженности нету, они написали. А просто выкатить по месяцам или хотя бы написать, что задолженности нету, допустим, за такой-то период. Ну, как бы с какого-то там числа что-то нет. Они этого не делают. Берите, берите свои чеки или если онлайн, значит, Сбербанка или банка, берите, короче говоря, там выписку, ваши чеки, что эти оплаты там по такому-то расчету были сделаны. Все, целое дело, ё-моё. Я думала, это я сделаю, ну, хотя бы за день, за два. Я так чувствую, что мне еще, дай бог, на этой неделе вообще все это сделать. Пока вот это все соберешь по всем этим инстанциям, жесть. Вот поэтому так долго и не делали вот это. Потому что никогда на это не находится времени, сколько волокий ты сделаешь. Но я время на это найду. Если даже у дочки времени нет, у меня есть доверенность. Я могу от ее имени справки всякие брать. Я все-таки это дело добью. Только в это видео это уже не попадет. Ну, узнаете в следующих моих блогах. Сейчас я иду по одному делу. Еще одну надо бумажечку отнести, занести в одно место и... И все, буду отдыхать. Пойду домой. Сегодня буду отдыхать. Ну, а завтра уже хочу посылочку снять для вас. Посмотрите. В общем, девочки, я пришла домой и не сразу смогла включить камеру. Потому что я устала, вымоталась, смотая из одного места в другое. Вот с такой вот головой. В общем, взрыв мозга полнейший. Я знала, что ЖКХ это не просто. Я знала, что это семь кругов ада. Но все-таки и тем не менее это просто жесть. В общем, я хочу резюмировать все сегодняшние похождения. Собственно говоря, вот какая-то малость нужна мне для того, чтобы мне просто... Чтобы не платила дочка, так сказать, за мусор в двух местах. В общем, там, где мы ездили в чистый город, где мы с ней там встретились, в результате дали справку, что задолженности там нет у нее. Но попросили, мало того, что она там и паспорт свой предъявила, квитанцию, где лицевой счет, на нем написана фамилия ее. Попросили, чтобы она хотя бы фото выслала своего документа о собственности. Вот я уже потом звонила и спрашиваю, а зачем вам этот документ? Вот если вы отсылаете человеку квитанцию на определенный адрес, на ее фамилию, вы же на основании какого-то документа это делаете? Вам зачем это? Нужно свидетельство непонятно. Она, ну я ничего не знаю, я вообще не обслуживаю физических лиц, я юридических лиц. Ну пойди в тот кабинет, где физических, пойди спроси этот документ туда-сюда. Ну в общем, короче говоря, значит, для того, чтобы мне в бухгалтерию пойти, вот мне нужно какие собрать справки? Я посчитала, 7 бумажек надо мне. Мне нужна справка, которую сейчас я взяла в чистом городе. Потом нужно документ на собственность дочки. Значит, из банка нужна выписка, что вот на этот расчетный счет она делает эти начисления, в общем, оплачивает этот чистый город. Но так как там много оплат, она сказала там, который сидит в банке, говорит, я этим заниматься не буду, у нас есть люди, которые этим занимаются, оставьте заявку, дня через 3 там вам перезвонят, что ли. В общем, короче говоря, это выписку надо платежа взять. Потом нужна ксерокопия о прописке дочки, ксерокопия регистрации внука, квитанция моя нужна, квитанция ее нужна. В общем, вот эти бумажки нужно все собрать. Ну, в общем, пока это все бумажки будут собираться, это не один день еще будет собираться, пока она там все эти выписки свои возьмет. В общем, короче говоря, я привезла домой девочке посылку очередную. Посылка из Грандстока пришла. Я там заказала летних вещей себе, таких вот там разных сарафанчиков. Ну и завтра утром я уже начну снимать вот это вот видео. Это будет отдельное, естественно, видео. Заходите, посмотрите, что там я заказала на этот раз. Мне не терпится распаковать, но сегодня не до этого. Я пришла домой. Честно говоря, покушала, легла, включила видео, посмотрела дочкин влог часовой, отдохнула. Они там, конечно, классно и на соленом озере купались, и в дельфинарии, вот эти дельфинчики. Класс, мне понравилось. Я отдохнула душой и телом, в общем-то, полежала, посмотрела это видео. Кстати говоря, я же вам обещала в этом влоге сказать, я досмотрела сериал. Мы вчера с соседкой досмотрели вот этот сериал, который я вам говорила. Сериал понравился, впечатления остались такие. Мы еще с соседкой посидели, пообсудили, в общем, все это дело. Ну, в общем, как говорится, добила этот сериал. Ну, буду искать еще один какой-нибудь интересный, увлекательный сериальчик. Ну, сначала сделаю свои дела, но это уже будет потом, потому что я так чувствую, что завтра у меня съемки, послезавтра у меня монтаж будет целый день. И, в общем, будет уже не до этого. Вот. Ну, в общем, девочки, пока что у меня, как говорится, идет сейчас на данный момент сбор этих всех справок. Как только я разделаюсь с видео посылочкой, потом уже я соберу эти бумажки, пойду к ЖЭУ. Ну, и в последующих влогах, в общем-то, я вам скажу, сделали это все, не сделали, либо меня послали куда подальше. А почему могут послать, я вам скажу, потому что вот эти люди, которые сидят в кабинетах, они лишний раз работать, ничего не хотят делать. Но на данный момент бухгалтерия в отпуске Дочкина, и их обслуживает наша бухгалтерия. Вот. По сути, можно было бы вообще, вот если так вот упростить, вот это все, я должна была прийти в эту бухгалтерию и сказать, вот из этой бухгалтерии берите данные, что дочка там проживает, оплачивает коммунальные услуги, перекладывайте бумажки сюда, в эту бухгалтерию, и, в общем, делайте там перерасчеты и все, что нужно сделать. Никуда бы так, по большому счету, было бы не нужно. Ну, они любят людей послать туда, 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 туда собрать, то-то-то-то-то-то, кучу бумажек, чтобы принесли. Уже давно 21 век, а ЖКХ у нас живет по правилам 20 века. Компьютеры во всех стоят, но почему-то этим не хотят пользоваться. Ну, да ладно. В общем, продолжение этой эпопеи вы узнаете уже там, наверное, в следующем влоге или, я не знаю, через блог, там, как получится. Но в любом случае я вам расскажу, получится или не получится. Или бухгалтер моя скажет, ждите, пока придет с отпуска их, бухгалтер, не хочу, скажет, может быть, заниматься этим делом, пусть и бухгалтер этим занимается. Развели кучу бумаг, а сами этими бумагами заниматься не хотят. Вот, девочки, ну и все. Я уже сегодня буду отдыхать, набираться сил, уже вечер. И завтра уже с утра начну заниматься уже другим видео и буду уже распаковывать посылочку. А с вами я хочу попрощаться. Кому видео понравилось, кому было интересно, полезно, ставьте лайк. И, в общем-то, пишите комментарии, девочки. У кого, может быть, какие-то были ситуации, а у кого-то они могут еще возникнуть как-то тоже. Вот у меня раз, нежданно, негаданно. Но бывает такое, что приходится человека какого-то выписать, может быть, из квитанции. Хотя я вам хочу сказать, прописывается это очень быстро. И даже вот без моего ведома мне людей подобавили. Но дети были, внуков добавили в квитанции. А вот чтобы мне вот это вот оформить, выписать кого-то из квитанции, тут еще побегать нужно. Вот, ну все, девочки, пишите комментарии. В общем-то, и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok